Что вы еще не должны пропустить, так это беседу с нашим гостем. Александр, я передаю тебе слово. Да, у нас сегодня в гостях удивительный человек, Ушакова Владислава, психолог, кандидат психологических наук, доцент. И сегодня у нас особенный день, сегодня мы всемиром чествуем сыновей, потому что сегодня день сына. У вас есть сын? Нет, пока нет. Ну, не страшно. Я думаю, что вы, как никто другой, можете об этом рассказать. Вот у меня к вам вопрос такой. Скажите, чем отличается психология мальчиков от психологии девочек? Девочки, в первую очередь, они более нежные, они более трогательные, да, они более эмоциональные. У мужчины, вот есть такой стереотип, что мужчина должен быть более волевым, решительным, целеустремленным, то есть сила. То есть считается, что девочка – это та, которая создает домашний очаг, мужчина – тот, который его поддерживает и охраняет больше, охраняет, защищает. Да, так, наверное, и есть. А скажите, пожалуйста, как правильно воспитать мальчика, чтобы он не стал девочкой? К сожалению, в нашем обществе в основном воспитывают мальчика кто? Женщины. Это воспитатели, няни, бабушки. И очень часто мамы сами воспитывают собственного ребенка, мальчика, да, без отца. И очень часто мальчик становится чем-то очень похож на девочку, то есть качество приобретает, такие же, как у девочки. Так вот, одним из основных правил считается, что мальчики сами по себе, они являются хулиганами. С помощью бунта, протеста они проявляют собственное «я», то есть показывают себя социумом. Посмотри, какой я есть, вот я такой. И когда женщина начинает видеть весь этот хаос, то есть мама, либо бабушка, либо няня, и начинает это все подавлять, в этот момент начинают подавляться качества мужские, а больше культивируются качества женские. Так вот, одним из значимых факторов является это отдавать ребенка на любую спортивную секцию. То есть в этот момент формируются не только волевые качества, качества характера. Второй момент очень важный. Ребенок находится в окружении мужчин. Тренер мужчина, мальчики занимаются в этой спортивной секции, допустим, там бокс, футбол, баскетбол, все что угодно. То есть таким образом мальчик находится именно в мужском таком окружении и видит, как себя нужно проявлять правильно. Второй немаловажный аспект – это когда, воспитывая мальчика, родители показывают на причинно-следственные связи. То есть если ты сделал это, в итоге ты получишь это. Чтобы ребенок учился нести ответственность за свои поступки. И второй момент, то, что очень часто встречается, это когда мама, отдавая ребенка, допустим, на спортивную секцию, смотрит, как его бьют, ему приносят физически, там, синяки, ссадины и все остальное, она начинает переживать за ребенка. И очень часто в этот момент кризисный, когда ребенок только начал адаптироваться к новым условиям, мама его из секции забирает. Ребенок решает для себя, формируется такое качество, что если происходит какая-то трудность, можно уйти. сойти с решением этой трудности. То есть не обязательно силы и усилия на то, чтобы ее решить. Вот это большой, конечно, минус, когда родители таким образом поступают. Ну, у нас есть свое небольшое исследование на эту тему. Мы вышли на улицы Симферополя и спросили у симферопольцев, у горожан, как же правильно воспитать сына. Давайте посмотрим. Давайте. Вы знаете, это... Никто вам точно не ответит на этот вопрос. Это нереально. Потому что это все зависит от обстоятельствах, и от того, какой ребенок, и от того, какие родители, и того, в каком моменте и в каком месте это все происходит. Все очень просто. Любить его. Наверное, самим быть примером этого сына. Ну, чтобы он это чувствовал, наверное, должны родители тоже, чтобы он смотрел на них. Ну, наверное, на честности, в общем-то. В первую очередь, мама должна уметь сына отпустить вовремя и понять, что он мужчина, а не только маленький сынок. Наверное, в этом должны принимать участие все. Не только родители, там, бабушки, дедушки, родственники все. И я такая бы... Не надо учить его быть богатым. Нужно учить его быть хорошим человеком. Я считаю, что главное своего ребенка нужно любить. Ну, а муж уже должен прививать какую-то дисциплину. Приучить его с детства к труду. Никогда не обманывать ни взрослых, ни своих друзей. Я считаю, что ребенок должен жить в полноценной семье, где оба родителя присутствуют. Ну, и чтобы ему максимально внимание отец уделял, если это мальчик. Как мужчину, чтобы уступал женщина вместо, чтобы позаботился о детях, о пожилых людях, о жене. Мужественным, честным, смелым. Ну, вот у меня сыновья, как бы я знаю. На своем примере больше ничего не могу сказать. Как человека воспитать. Ну, я не знаю, целый слот правил. Не уби, не укради, надо Библию почитать. Там все написано. Прививать с детства, говорить, объяснять, рассказывать. Как относиться их к девочкам, к мальчикам, к пожилым людям. Быть рядом с ним, быть примером, тогда будет все нормально. Надо как-то с ним быть поласковым, надо к нему относиться хорошо. Первое, любить очень надо их, уважать их невмение. Никогда не давить на них, вот знаете, не показывать своего такой вот, и примером быть. Сначала нужно его сдать в детский сад, который у нас получается, да? А потом он должен там дойти до школы, в школу родители должны пробиться. А потом, когда сын будет учиться, мы будем им гордиться. Вот и все. Я думаю, что с глазом народа поспорить довольно сложно. И среди прочих вариантов ответа была, конечно, любовь. И любовь тоже очень важна, наверное, в воспитании мальчика. Но все-таки, скажите, пожалуйста, какие качества наиболее важны в мальчике, как в будущем мужчине? Это ответственность, то есть нести ответственность за собственные действия. Второй момент – это целеустремленность, то есть вижу цель, иду к ней. И очень важно то, что вы сказали про любовь. Нельзя мальчика воспитывать в спартанских условиях. Ему тоже нужна любовь. Ему нужно принятие его как личности, привязка в детском возрасте. То есть когда начинают мамы с папой ссориться о том, что папа говорит, надо быть жестче с ним, а мама говорит, нет, надо быть с ним помягче, то здесь нужно найти общее. То есть нужно давать мягкость, любовь, заботу, внимание, но в то же время в каких-то ситуациях стоит держать оборону к границе. И немаловажным аспектом является то, что когда ребенок растет и развивается, эти границы будут расширяться, и ребенку нужно объяснять и показывать, что ты сейчас чувствуешь и к чему твои, допустим, вспышки, эмоции могут привести. Потому что очень часто эмоции мальчиков подавляют, им запрещают чувствовать. Говорят, так, большие мальчики не плачут, да, или мальчикам нельзя тут реветь, что ты тут разревелся. Таким образом, подавляя чувства, ребенок перестает обращать внимание на собственные эмоции, не понимая, что с ним происходит. И такая установка формируется как нечувство. Ему потом сложно будет понять, что чувствуют другие люди. То есть мальчику можно плакать? Можно плакать, да. Хорошо. Буду знать, иногда тоже пущу скупую мужскую слезу. А скажите, пожалуйста, проявления родительской любви по отношению к мальчику и по отношению к девочке должны отличаться? Наверное, больше с девочкой, возможно, это какое-то сючуканье, да, проявление нежности. С мальчиком тоже нежность должна быть и любовь. Но они вот менее, как сейчас модного слова, мимимишные, что ли, менее такие вот глубокие, чувственные. Всё-таки психология удивительная наука. Столько в ней вопросов, столько сложностей. А у симферопольцев тоже есть к вам вопросы. Давайте послушаем, что же интересует симферопольцев у психологов. Не знаю, я стараюсь на все вопросы ответить сама. Просто быть с собой честным. Тебе брать вдохновение и мотивацию, наверное, для дел, вот, которыми, возможно, ты не хочешь заниматься, но тебе нужно. Я думаю, он связан с мужским одиночеством в средние годы, наверное, после 30-ти. Вот как-то так. А как вопрос звучал? Ну, как с этим бороться? Почему многие мужчины после 30-ти не могут найти себе спутницу жизни? Как не обозлиться, что ли, вот в нашем мире? Как достичь тишины и гармонии у себя, у каждого человека, чтобы быть спокойным и взвешенным? Зачем задавать психологу вопросы? Всё в себе, все ответы и вопросы. Желаю вам того же. Как жить? Как не быть одиноким? Скажите, пожалуйста. Как не быть одиноким. В 30 лет, если мужчина не женился, это уже зрелая взрослая личность, так же, как и женщина. И в 30 лет очень сложно потом и в более старшем возрасте найти спутника жизни. Почему? В 20 лет, когда мы молодые, и мы ещё не такие зрелые, не такой стержень сформирован, легче адаптироваться друг к другу. Более гибкие молодые люди. В 30 лет гибкости меньше. Хочется больше, чтобы обо мне заботились, меня любили. То есть перетягивание внимания больше на себя. И с этим очень часто связано одиночество, как и у мужчин, так и у женщин. Поэтому, как не оставаться одиноким, возможно, больше обращать внимание на своего партнёра и на окружающих. А как не обозлиться во всей этой реальности нашей, которая вокруг нас? Понять, что для тебя ценно, что именно для тебя важно. И ставить некие цели себе. Цели не связаны с тем, чтобы изменить окружение. Это всегда будет злость, и этого никогда не произойдёт. А цели для себя, допустим, что-то новое узнать, что-то новое почитать, а, возможно, чему-то новому научиться. Тогда меньше будет обращать внимания на то, что происходит вокруг. Большое спасибо вам за ответы. У нас в гостях Ушакова Владислава, психолог, кандидат психологических наук, доцент кафедры. Я хотел бы вас поздравить от лица всей нашей телекомпании с Днём психолога, который как раз сегодня вместе с Днём сына мы празднуем. Большое вам спасибо, что вы так часто отзываетесь на наши отзывы и даёте столь ценные, полезные и очень интересные ответы. Большое вам спасибо. Спасибо. Ну а теперь я предлагаю узнать, что же дальше у нас в интернете в рубрике «Крым онлайн».